В обороне, по их словам, они намерены стоять до конца и поддерживают решение народного губернатора Луганской области Валерия Болотова о полной мобилизации мужского населения региона и введении комендантского часа. Репортаж Сергея Самохи с места событий. Мы не будем сидеть в обороне и ждать, пока нас окружат и сожгут. В разработке штаба это выступление, то есть мы идем на Киев. По сути, лидер луганских ополченцев объявил войну Киеву, но, по его словам, начал ее не он, а нелегитимное правительство, которое ведет карательную операцию по всему Юго-Востоку. Киевская хунта не хочет идти по мирному пути разрешению конфликта. Они посчитали нас скотом и объявили настоящую бойню. Десятки убитых, Славянский, Краматорский, десятки сожженных заживо наших братьев и сестер в Одессе. Это их вариант выполнения наших требований и женевских соглашений. По словам Болотова, на Киев отряды пойдут через Донецкую область. Сначала нужно освободить Славянск и Краматорск. Луганск же с сегодняшнего дня переходит на военное положение. С 11 вечера до 6 утра, комендантский час, патрули уже формируются, а милиционеров, которые так и не присягнули на верность народу, разоружат. Вот на этом посту сотрудникам ГАИ оставили только средства защиты, бронежилеты. От милиционеров же без луганской прописки и вовсе потребовали незамедлительно покинуть город. В случае провокации у бойцов армии Юго-Востока есть приказ стрелять на поражение. По всей области объявлена мобилизация. На данный момент количество бойцов армии Юго-Востока насчитывает до 2000 человек. Однако в хранилищах захваченного здания СБУ по-прежнему остается около 10 тысяч единиц стрелкового оружия. И возможно уже в ближайшее время его раздадут новым ополченцам. И похоже, что новых ополченцев долго искать не придется. Еще ночью все луганские баррикады бурлили от новостей из Одессы и Донецка. В городской области складывалось впечатление, будь у людей оружие, они бы прямо сейчас выдвинулись в поход. Можем тоже автоматы взять? Вы думаете, мы стрелять не умеем? Умеем. Мы шучились еще в школе, начальную военную подготовку проходили. Новость о мобилизации разлетелась по городу Молниеносно. К охране зданий, которые контролируют сторонники федерализации, то и дело подходят мужчины, готовые вступить в ряды армии Юго-Востока. Вот сейчас объявили мы мобилизацию, идти помогать Славянску, Краматорску. Готовы оружие? Вы готовы? Я готов. Я готов. Славянску, Донецку готовы помогать? Конечно. Конечно, это наши земли. Вот спросите у каждого. Все говорят, дайте нам оружие, и мы пойдем. Правильно, женщины? Пойдем. Пожалуйста. Женщины, пойдем воевать. Сплотиться в эти трудные дни призвал лидер общественного движения Юго-Восток Олег Царев. По его словам, киевские власти вместо распуска и разоружения боевиков, напротив, всячески их поддерживают. Марионеточный режим развязал в Украине гражданскую войну. Его западные покровители требуют немедленно подавить любое инакомыслие на юго-восточных областях. Из-за океана требуют установить так называемый новый порядок, замешанный на крови и страхе, как условие представления кредита МВФ. Сегодня на брикадах появились гвоздики и свечи. Всем, кто приходит записываться в добровольцы, поверх георгиевских лент повязывают траурные. Мы поддерживаем наших братьев по борьбе в Одессе, в Краматорске, в Славянске, в Донецке, в Харькове. Везде, везде, где есть движение. Мы скорбим о тех людях, которые безвинно были убиены просто вчера. И, видимо, новые батальоны армии Юго-Востока, которые должны противостоять нацгвардии и спецбатальонам, сформируются.